Ад, Данте, это не фантазия. Это пророчество. 13 октября в кинопрокате стартовал фильм «Инферно» режиссера Рона Ховарда. Картина снята по мотивам одноименного романа Дэна Брауна. «Инферно» — это вирус, способный убить 95% населения Земли. Остановить злоумышленников от распространения биологического оружия способен лишь профессор Кембриджа Роберт Лэндон. Но ему для этого предстоит немало поработать, в первую очередь над восстановлением собственной памяти. Загадочная травма головы стала причиной появления профессора в итальянской больнице. Но что случилось с Робертом на самом деле, не знает никто. За Лэндоном присматривает местный врач Сиена Брукс, которая в какой-то момент оказывается вовлечена вместе со своим пациентом в пугающие игры психически нездоровых людей. Итак, что имеем по итогу? Хорошая операторская работа, невероятно красивые локации для съемок, яркие сцены, от некоторых просто дух захватывается где-то там в районе сердца. Но абсолютно начисто вылизанный по-голливудски фильм. Штампованные диалоги, обязательный чернокожий персонаж, полиция, которая появляется только в тот момент, когда это нужно главным героям, злодеи, которые мастерски меняют маски и так далее, и так далее, и так далее. И несколько даже головокружительных поворотов сюжета, которые на самом деле считываются на раз-два. Некоторое время это будет забавлять и даже тешить твое самолюбие. Ведь ты на умном фильме и так офигенски круто разгадываешь его загадки. Но в какой-то момент это очень скоро наскучит. И ты будешь сидеть и думать, ну пожалуйста, давайте сделаем не так, как всегда. Давайте главный герой здесь не успеет доделать свое дело. Тут придет полиция и все пойдет наперекосяк. Так, чтобы от удивления ты наконец-то замер, и вот эти вот мурашки до кончиков пальцев. Такой один момент был где-то в середине фильма, но и он в конце концов был загажен. Хотя нет, снова вылез он. И снова вот это вот, ты можешь не делать этого, нет, я должен. И снова крупным планом маска боли на лице у главного героя. Том Хэнкс это вообще отдельный момент. На протяжении всего фильма его персонаж не вызывает абсолютно никаких эмоций, кроме вот этого, боже, как же Хэнкс постарел. И жалко его тебе немножко от того, что он уже из-за возрастных изменений не может так хорошо управляться со своими эмоциями. Хотя, возможно, на самом деле это был такой режиссерский ход, чтобы герой ходил с лицом вечного мученика, и зритель провел как можно больше параллелей с Данте. Ну, там, посмертная маска, ла-ла-ла-ла-ла. В итоге весь фильм можно описать фразой одного из героев. Ты много говоришь, но ни о чем. Так и в фильме много историй, много загадок, много отсылок к Данте, много цитат. Но при этом, когда ты выходишь из зала, все это выветривается, не оставляя никакого послевкусия для собственных размышлений. Псевдоинтеллектуальность. Хотя на самом деле один факт я для себя все-таки оставила. Это про этимологию слова карантин. Вот это интересно. Человечество — это чума. Инферно — это спасение.